Машины, которые нас убивают. Американская полиция расследует аварии, причиной которых стали не люди, а вышедшая из-под контроля техника. Включенный автопилот в одних случаях сбил насмерть пешеходов, а в других убил водителей. Так кто же виноват в этих страшных авариях? Конструкторы, продавцы или сами автомобили? США, штат Аризона. Темпы. 18 марта 2018 года. По ночному шоссе мчится беспилотное такси. Внезапно в неположенном месте дорогу перебегает женщина с велосипедом. Уже через мгновение она окажется под колесами и погибнет. Как выяснится позже, 49-летняя Элэйна Херцберг стала первой в истории жертвой пешеходам машины без водителя. Легковушка сбила ее на полной скорости, даже не притормозив. А эти кадры сделаны в салоне беспилотника в момент трагедии. Обратите внимание, женщина, которая сидит за рулем, даже не смотрит на дорогу. Зачем? Ведь умная машина сама знает, как ехать. Расследование этой необычной аварии ведется уже несколько месяцев. По одной из версий, причиной ДТП стал сбой в программном обеспечении. Система заметила помеху, но приняла ее за пластиковый пакет. После несчастного случая владельцы таксопарка временно отказались от беспилотников. Однако список пострадавших по вине умных автомобилей продолжает расти. Неужели они начали охоту на нас? Но кто тогда станет следующей жертвой? И как человечеству остановить армию машин-убийц? Сегодня в программе. Черное зеркало. Что за сила прячется под капотом автомобиля? Машина как губка впитывает в себя энергетику. Не везет. Кто на самом деле управляет нашими автомобилями? Заложить этот протокол в управление машиной, повернуть его вправо, влево. Взгляд сверху. Почему НЛО интересуются машинами? Пассажиры вдруг увидели, что машина изменила окрас. Восстание машин. Зачем технике развязывать Третью мировую? Без войны научно-технический прогресс зачастую тормозится. Удивительно, но смертельные аварии все чаще происходят не со старыми дедовскими копейками, а самыми навороченными и, со слов производителей, безопасными автомобилями. Посмотрите, как восторженно отзываются о них клиенты. Если я хочу, чтобы машина сама собой управляла, я просто два раза тяну этот рычаг на себя. И пожалуйста. Теперь водитель может заниматься своими делами. При помощи датчиков и камер интеллектуальное авто сориентируется на дороге без его участия. Машина свяжется со спутником и кратчайшим путем довезет куда нужно. А еще через социальные сети проанализирует предпочтение пассажира и скачает полюбившуюся музыку и фильмы, чтобы в пути не было скучно. Гарантом безопасности поездки выступает бортовой компьютер. Он фиксирует каждую мелочь. Ну, смотрите, да, какая была поездка, диапазон. То есть здесь уже выводится внутренняя информация автомобиля, штатного компьютера автомобиля. Когда заправлялись, сколько проехали, сколько... Это не просто на дисплее приборной панели. Это уже выведено в мультимедиа-системе. Полноценно выведено. Взгляните на кадры. На них видно, как молниеносно автопилот реагирует на возникающие буквально из ниоткуда преграды. Здесь он спас жизнь олененку. А на этой записи уклонился от внедорожника, водитель которого решил без предупреждения перестроиться. В следующем ролике удалось избежать более массового ДТП. Тут чуть не столкнулись сразу три машины. Беспилотники так стремительно захватывают авторынок, что сегодня на дорогах появляются и автономные маршрутки. Так в Голландии вызвать подобный транспорт на шесть человек можно при помощи смартфона. Правда, пока за микроавтобусом все же дистанционно приглядывает диспетчер. Просто потому, что даже самая современная автоматика иногда сбоит. Человек сбивает другого человека, проехав 20 или 50 миллионов километров, а робот-автомобиль за это время уложит 10 пешеходов. Но кто ответит, если что-то пойдет не так? Посадить на скамью подсудимых машину невозможно. Инженеры и разработчики программной части категорически отказываются брать на себя ответственность за трагические происшествия. Продавцы и владельцы тоже. Это будущее, и оно буквально совсем скоро будет с нами. То есть мы скоро увидим на дорогах машину без водителя. Кого-то это удивит сильно, и кто-то, может быть, даже из-за этого будет в какой-то момент как-то волноваться и, может быть, даже попадет в ДТП. Создатели беспилотных автомобилей в страшные прогнозы не верят, а на смертельные инциденты просто закрывают глаза. Они считают, что подобный транспорт поможет инвалидам, пожилым водителям и новичкам. Но что, если подобная машина на дистанционном управлении окажется в руках террористов? Проблема в том, что сама по себе идея автомобиля, она очень опасна. Когда мы соединяем идею автомобиля с идеей автоматического транспортного средства, то есть искусственного интеллекта, недоработанного, непроверенного, то мы получаем опасность в квадрате. Франция. Ницца. 14 июля 2016 года. Гуляющие по набережной горожане смотрят салют в честь дня взятия Бастилии. Неожиданно перед людьми появляется грузовик. За рулем выходец из Туниса Мохаммед Лауэш Булель. На скорости его фургон начинает давить толпу. Гуляющий! Гуляющий! Перед тем, как водителя ликвидировали, машина-убийца успела проехать целых два километра. Жертвами теракта стали почти 400 человек. 86 из них погибло. Эксперты говорят, в данном случае жандармы понимали, в кого стрелять. Но что было бы, окажись в кабине пусто. Как тогда останавливать многотонную махину? А ведь такой сценарий вполне возможен. По мнению специалистов, программное обеспечение современных автомобилей взломать так же реально, как и обычный компьютер. Заложить этот протокол в управление машиной, повернуть его вправо-влево на столько-то градусов. Беспилотные грузовики уже появились в нескольких странах, в том числе и в России. У нас их пока запускают только в тестовом режиме. Но разработчики уверяют, вскоре такие машины будут применяться повсеместно. Это упростит логистику, а главное, сделает доставку грузов дешевле. Однако на вопрос, как защитить подобное авто от хакерской атаки, инженеры ответить не могут. Нужно быть готовым к тому, что без защиты все равно можно заблокировать это транспортное средство и разгрузить его. Это могут сделать террористы, и, соответственно, воспользуются вашим роботом потом сами. Перепрошьют его, и он будет ездить уже у них. Сегодня даже самые современные и дорогие автомобили не застрахованы от похищения. А то, что внутри может быть искусственный интеллект, порой угонщикам и вовсе помогает. Машины, обладающие роботизированной коробкой, электроусилительного руля, системой КЛС. При этом при всем мультимедиа система подключена, интегрирована тоже в цифровую шину автомобиля. И, грубо говоря, если в этот мультимедиа вставить диск либо флешечку, записать туда какой-нибудь червя, запустить, то можно будет с помощью интернета, доступа, сидя за компьютером, завести машину и поехать. Но даже такие угрозы не останавливают амбициозных разработчиков. На исследования в области кибербезопасности и искусственного интеллекта ежегодно тратятся сотни миллионов долларов. Наличие собственного беспилотника теперь вопрос чести для автогигантов. Это значит, что вскоре профессия водителя останется в прошлом, а на дорогах будет главенствовать компьютерный разум. Мы столкнемся с прямой конкуренцией в процессе мышления. То есть, если компьютер сможет думать вместо человека и принимать решения вместо человека, тогда возникает вопрос, а что будем делать мы? И кто будет принимать итоговое решение? Однако удивительно другое. Зачастую даже старенькие автомобили, которые не оснащены по последнему слову техники, перестают слушаться своих владельцев. Но как такое возможно? Эксперты уверены, ими все так же управляют из космоса. Только не хакеры через спутниковую связь, а представители инопланетных цивилизаций. Такие случаи действительно есть. Допустим, в 1956 году в Норвегии, в Близосмо, некий объект, зависший над семьей, которая ехала в автомобиле, чем-то их осветил. И после этого, почувствовав некий жар в машине, уже выехав на освещенное место, поскольку сам инцидент проходил ночью, пассажиры вдруг увидели, что машина изменила окрас. СССР. Москва. 31 июля 1969 года. В небе над Кунцевским переездом появляется летающая тарелка. Десятки машин, ожидающих переключения семафора, в один момент глотнут. Но уже через несколько мгновений аппаратура вдруг приходит в порядок. После удаления аппарата двигатели завелись, и машины после прохождения поезда могли продолжить свое движение. Уфологи давно собирают данные о том, как ведет себя техника при контакте с неопознанными летающими объектами. Сегодня этой информации достаточно, чтобы заявить. НЛО намеренно выводит из строя земные автомобили. Вероятно, они вызывают у инопланетного разума не меньше интерес, чем мы сами. ТАТ не остался без внимания и первый в истории запуск машины в космос. В феврале 2018-го эксцентричный миллиардер Илон Маск отправил в сторону Марса свой личный спорткар. Наблюдать за полетом красного кабриолета можно было в интернете. Тогда въедливые уфологи заметили загадочный объект, который, по их мнению, преследовал машину. Взгляните на черную точку. Досконально изучив четырехчасовую трансляцию, энтузиасты установили, это не комета и не космический мусор, а скорее разведывательный зонд. Именно он мощным электромагнитным импульсом позже скорректирует траекторию движения спорткара и вместо Марса направит его к поясу астероидов. Подобный выброс энергии заставляет глохнуть машины и на земле. А поскольку современные автомобили сейчас в буквальном смысле напичканы, если не сказать нашпигованы, всевозможной тонкой электроникой, то совершенствование наших автомобилей тем более, скажем так, становится более уязвимым с точки зрения воздействия вот этих объектов. Получается, НЛО могут управлять земными машинами. И в случае нападения флота пришельцев нам останется лишь убегать на своих двоих. Однако, некоторые исследователи говорят, это еще не самый страшный сценарий. Ведь иногда угроза исходит не из космоса, а прямо из-под капота автомобилей. Странной и даже идиотской назвали американские журналисты гибель актера Антона Ельчина. Рожденный в России, он только начинал карьеру в Голливуде. И тут его жизнь прервал автомобиль. Ельчин вышел на улицу, когда его джип внезапно тронулся с места и буквально вдавил своего хозяина в металлические ворота. США, Лос-Анджелес, 19 июня 2016 года. Актера Антона Ельчина находят мертвым у ворот собственного дома. По версии следствия, с 27-летним уроженцем СССР произошел несчастный случай. Он забыл поставить свой джип на ручник. Автомобиль тронулся с крутой горки, набрал скорость и врезался в мужчину. Однако исследователи уверены, эту гибель невозможно объяснить банальной невнимательностью. Так же, как и многие другие загадочные события, главными героями которых становились не люди, а их машины. Вот казалось бы, груда металла. Это никакая не груда. Каждый человек своей энергетикой может даже спичечный коробок не то, чтобы оживить, но наделить его определенной программой. Ведь она живая, у нее есть мотор, да, она живет, она двигается, она едет. В любом случае, каждая машина, она имеет свое настроение и свою душу. Сто процентов. Елена Миф экстрасенс со стажем. Специально для программы «Тайный Чапман» она осмотрела несколько машин и рассказала, что же, помимо груды металла, на самом деле скрывается под капотом. По ее словам, автомобиль это настоящий проводник в мир непознанного. Он чувствует наше настроение, перенимает характер и даже может проявлять собственную волю. Красный цвет является цветом агрессии по своему колористическому типу. Если посмотреть этот автомобиль и почитать, снять с него информацию, можно даже сразу увидеть, что машина была уже в ДТП. А вот и подтверждение вмятина на крыле. Елена Миф уверена, каждая машина обладает душой и характером. Есть среди них надежные помощники, а есть и жестокие убийцы. Машина больше дает знак, она предупреждает о том, что что-то должно произойти. Но если машина периодически ломается или кто-то в кого-то без конца приезжает, ну, то, наверное, нужно избавляться, либо идти дополнительно учиться на вождение. Франция, Ницца. 14 сентября 1927 года. Известная танцовщица и муза Сергея Есенина Айсидора Дункан садится в двухместный авто своего друга Бенуа Фалькетта. Машина трогается с места и спустя минуту женщина мертва. Шаль, которую она закинула на плечо, застряла в спицах заднего колеса, превратившись в настоящую удавку. Смотрите далее. Маленький мерзавец. Как машина убила голливудского актера Джеймса Дина. Он заранее был в состоянии вражды с этим автомобилем. Поворот не туда. Зачем нас пугают легендами о машинах-убийцах? Какие-то истории там специально раскручиваются издателями. Железный друг. Как найти общий язык со своим автомобилем? Кто-то быстрый, кто-то медленный, кто-то хорошо поворачивает. Официальная версия гибели Айседоры Дункан – несчастный случай. Так же, как и смерть двух ее детей. Задолго до трагедии в Ницце в 1913 году ее маленькие сын и дочь утонули. И не где-нибудь, а в машине. Автомобиль, в котором они ехали по Парижу вместе с гувернанткой, заглох. Когда водитель вышел, чтобы открыть капот, легковушка внезапно съехала в реку. Франция. 4 января 1960 года. Нобелевский лауреат, писатель Альбер Камю, на машине возвращается из Прованса в Париж. В салоне его друг Мишель Галемар со своей семьей. Потеряв управление на ледяной трассе, автомобиль вылетает с дороги и врезается в дерево. Взгляните, эти кадры были сделаны сразу после столкновения. Камю погиб на месте. Галемар, который сидел за рулем, через два дня скончался в больнице. Его жена и дочь выжили. Они рассказывали, что машина ни с того ни с сего как будто сошла с ума. В 2011 году итальянские исследователи заявили, что аварию подстроили советские спецслужбы, чтобы ликвидировать писателя за поддержку неугодного режима Бориса Пастернака. При помощи специального устройства советские силовики продырявили покрышку прямо на ходу. США, Калифорния. 30 сентября 1955 года. Восходящая звезда Голливуда Джеймс Дин погибает в автокатастрофе. На пересечении двух дорог его машина на полной скорости влетает в легковушку, которая движется навстречу. Как быстро твоя машина может ехать? Если по-честному, то 106-107 миль в час. Это интервью Джеймс Дин дал незадолго до своей гибели. Речь в нем идет про злополучный спорткар, на котором и произошло фатальное лобовое столкновение. Он действительно мог развивать огромную по тем временам скорость. За мощь и несговорчивый характер актер даже дал машине имя «Маленький мерзавец». Он как чувствовал, мне кажется, по-моему, и предвидел свою смерть. То есть он заранее был в состоянии вражды с этим автомобилем, потому что он чувствовал, что этот автомобиль имеет превосходство над ним. То есть та же скорость, та же красота, та же свежесть. Мужчины тоже иногда могут, даже автомобили, воспринимать ревностно даже по отношению к себе. Так выглядит мемориал на Стейт-Роуд 46, где произошла авария. Даже сегодня, спустя больше полувека, место трагедии привлекает любителей непознанного. Они до сих пор задаются вопросом, что же произошло в тот злополучный день? Как говорят многие люди, которые имеют отношение к автоспорту, они говорят, что есть ряд автомобилей, как правило, это спорткары, известных брендов, у которых под капотом там свыше 400 и 500 лошадиных сил, они говорят так, что эти машины ошибок не прощают. Биографы твердят, фанат гоночных автомобилей Джеймс Дин действительно любил высокие скорости. И эту гибель можно было бы легко объяснить, если бы не одно но. после смерти актера его спорткар продолжил свой коварный путь. Машину выкупила поклонница Дина Анжела Перрис, которая позже погибла за ее рулем. Но как подобное возможно? Неужели маленький мерзавец, оправдывая свое имя, продолжил охоту на людей? Есть же машины очень яркого, эффектного направления. Люди, когда покупают такие автомобили, они не чувствуют угрозу. Они чувствуют красоту, эстетику и хвостовство. После второй необъяснимой трагедии то, что осталось от машины, выкупил владелец одной американской автомастерской Джордж Баррис. Именно он первым заявил, что автомобиль проклят. И неплохо на этом заработал. Спорткар еще долгие годы выставлялся на различных выставках в США. Чтобы своими глазами увидеть железного убийцу, посетители готовы были отдать любые деньги. Купив машину, вы купили часы, которые начали отмерять время вашей жизни вспять. Это слова американского профессора Дэна Крейнворда. Он потратил годы на изучение таинственных аварий. И в итоге сам стал жертвой техники. Впрочем, как и другие эксперты, которые пытались понять, какое зло таится внутри неодушевленных механизмов. Изучая загадочные аварии, Дэн Крейнворд ввел особый термин автозавр. Это гибрид человека и машины. По мнению исследователя, при постоянном контакте с владельцем техника получает от него энергию и каким-то образом оживает. Я думаю, как многие сталкивались с тем, что, например, машина в какой-нибудь мороз не заводится, а ты ее там попросишь, ну, миленькая, ну, родная, ну, мне так надо, ну, давай, она раз и завелась. То есть, я думаю, все об этом знают. Некоторые, конечно, наделяют своих, так сказать, железных ханей излишне человеческими чертами. Трудно поверить, но завершить свои исследования Крейнворд не успел. Он погиб, но не под колесами автомобиля, а по вине кухонного комбайна, который затянул внутрь его длинные волосы, что привело к мучительному удушению. Однако и сегодня его теорию об автозаврах могут подтвердить многие водители. Я понимаю, что это из разряда связи с космосом, ну, что с железком все-таки как ни крути, да? Но она действительно, она живая, потому что она нагревается, расширяется, она сужается, там все что-то вращается. Журналисты программы Тайны Чапман решили провести собственное расследование и выяснить, а существовал ли профессор в действительности. Проштудировав интернет-библиотеки и переговорив с экспертами, мы так и не смогли отыскать никаких работ Крейнварда по психологии. Его имя упоминается лишь в связи с теорией об автозаврах, которую он якобы представил публике на рубеже 80-х годов прошлого столетия. Удивительно, но примерно в то же время вышел очередной роман короля ужасов Стивена Кинга «Кристина». Главное действующее лицо – ожившая машина-убийца. Какие-то истории там специально раскручиваются издателями и там, я не знаю, кинематографистами в рекламных целях. Ну, по-моему, это всем известно и можно привести не один десяток примеров, когда это было сделано. Может, история Кристины еще один пример продуманного пиара? Ведь ставки на эту книгу были настолько высоки, что даже фильм по произведению показали в кинотеатрах еще до того, как она появилась в магазинах. Люди вообще склонны доверять всяким мистическим вещам. Эта история, она идет в ряду всех таких, я не знаю, техногенных убийц, то есть, начиная там с Голема, который, значит, еще с 18 века тянется там. Бунт машин, восстание машин там. За пять лет до Кристины тему машин-убийц успешно обыграли в американском фильме «Автомобиль». В 60-х годах подобные сюжеты мелькали в сериале «Сумеречная зона». А в 1924-м была написана пьеса «Ломающий», где главный злодей паровоз. Получается, тема взбунтовавшихся механизмов волнует людей уже не одно десятилетие. Машина, как губка, впитывает в себя энергетику. И вот, не всегда машина бывает убийца. Часто бывает машина и спаситель. И таких случаев очень-очень много. Машина может на себя забрать также удар. Ведь у каждого человека абсолютно разная энергетика. Специально для программы «Тайный Чапман» экстрасенс Елена Миф проверяет энергетику автомобилей на парковке. Разные модели, разные хозяева и разные характеры. Диагностировав все представленные автомобили, я бы для себя выбрала этот автомобиль и этот автомобиль. От них исходит очень положительная энергия. Для подобных манипуляций не обязательно обладать каким-то специальным даром. Достаточно просто довериться своей интуиции. Нужно просто подойти к машине, потрогать ее, просто прислонить обе руки и почувствовать, то есть задать ей вопрос. Ты моя машина, ты хочешь со мной поехать домой? Обязательно придет ответ. И вот тот ответ вот интуитивно, в душе, да, нет. Даже опытные водители, которые в мистику не верят, знают, что автомобиль чувствует отношение к себе. И чем он лучше, тем выше шанс, что машина выручит в сложной ситуации на дороге. Кто-то быстрый, кто-то медленный, кто-то хорошо поворачивает, кто-то очень неохотно поворачивает. Это все зависит от особенностей конструкции. Так может, со временем машина и правда становится похожа на своего хозяина. Если владелец любит скорость, она будет гонять. Если за рулем аккуратный водитель, то станет покладистой. А если ее предадут, отомстит. У тебя есть в планах заменить автомобиль, и ты для себя решил, все, на днях буду покупать себе новую машину. Она как будто бы чувствует, что ты решил ее поменять, и просто начинает барахлить, как-то не заводится, либо наоборот в управлении становится как-то, вот нет. Вот я этот сам лично на себе замечал, что у меня такие случаи были. Сегодня машины занимают в жизни человеческой цивилизации настолько важное место, что все связанное с ними влияет практически на каждого. А значит, не стоит отвергать даже самые смелые теории, которые пытаются объяснить причину многочисленных аварий со смертельным исходом. Вдруг они окажутся верными? Следствие до сих пор выясняет причину страшной аварии, которая произошла в Москве в конце 2017 года. Тогда автобус внезапно заехал в подземный переход. Пятеро погибли, более десяти человек пострадали. За рулем был опытный водитель. После случившегося он рассказал следователям, что в автобус словно вселился бес. Эксперты уверены, автомобили могут стать настоящим орудием в руках судьбы. Рано или поздно появится та самая машина-убийца, которая и поставит точку в жизни конкретного человека или даже миллионов людей. История знает такие примеры. Смотрите далее. На тропе войны. Как машина помогла развязать Первую мировую? Семь пуль было направлено в Францию и Осифа. Броня крепка и танки наши быстрые. Чем мы обязаны военной технике? Конечно же, советское руководство понимало, что необходимо будет вести моторизованную войну. Как корабль назовешь? Что помогло советской армии победить фашизм? Выражение этой благодарности проявляется как раз-таки вот в таких актах персонализации. Австро-Венгрия. Сараева. 28 июня 1914 года. Именно здесь в этот день началась Первая мировая война. С выстрела. Но история могла бы сложиться совсем иначе. Ведь не последнюю роль в ней сыграли машины. Две Балканские войны. Отношение было наэлектризовано. Францу Фердинанду не советовали ехать. Две попытки было совершение теракта. Вначале бросили бомбу в автомобиль, где ехал Франц Фердинанд. К приезду Франца Фердинанда в Сараево заговорщики из организации «Молодая Босния» готовились заранее. Первое покушение они совершили, когда кортеж эрцгерцога ехал по городу в сторону ратуши. По неизвестной причине одна машина притормозила, за ней сбросил скорость и автомобиль, в котором находился наследник австро-венгерского престола с супругой. Брошенная граната отскочила от откидной крыши кузова, упала на землю и взорвалась. Второе покушение на эрцгерцога привело к гибели Фердинанда и его жены. Не последнюю роль в этом тоже сыграл автомобиль. Его водитель заблудился в городе, свернул не на ту улицу и оказался практически напротив убийцы. Какая-то возникла заминка с движением шофера и семь пуль было направлено в Франца Иосифа и в его супругу. Супруга скончалась сразу, Франц Иосиф через какое-то небольшое время. Роковой автомобиль сегодня выставлен в одном из музеев Вены. Там любой может увидеть машину, из-за которой в какой-то степени началась Первая мировая война. Тогда на поле боя вышли не только люди, но и техника. Англичане применили впервые танки в этом бою. Танки были достаточно неуклюжи. В Первой мировой войне участвовали 59 стран. Людские потери по самым примерным подсчетам составили более 20 миллионов человек. Именно в те годы машины получили мощный толчок для развития. Военной промышленности уделялось основное внимание во время первых двух пятилеток. Военное производство росло, но проблема была не только в технике. Проблема была в том, кто этой техникой будет управлять. Историки утверждают, всерьез повлиять на исход Первой мировой танки не могли из-за своей неполноценности. Однако после ее окончания человечество осознало, что в грядущих противостояниях победа будет за тем, у кого больше боевых машин. Всего через несколько десятилетий с конвейеров стала сходить новая, более совершенная и разрушительная техника. Конечно же, советское руководство понимало, что необходимо будет вести моторизованную войну, что это будет война моторов, что надо будет уметь с командиром взаимодействовать разными родами войск, но успеть подготовиться не смогли. В Германии уже раздавались призывы к военному реваншу. Был забыт Версальский договор, по которому немцы не могли иметь полноценную армию. В таких напряженных условиях Советский Союз экстренно создавал военные машины и учил людей ими управлять. Например, создание танка КВ, Климент Ворошилов, был такой сверхтяжелый танк, который в первые дни войны, конечно, наводил ужас на немцев, потому что те средства борьбы с танками, которые имелись у них в наличии, не могли эффективно с ним сражаться. Перед началом Великой Отечественной у противоборствующих сторон техники было примерно поровну. Однако к 1941 фашистские войска уже успели испытать свои разработки на половине Европы. Создавались не только новые виды вооружений, но еще и разрабатывалась стратегия применения. В Германии это Гудериан, осторожно, внимание танки, его знаменитая теоретическая работа. В танках генералы видели едва ли не основную силу, от которой зависит исход глобального противостояния. Предыдущий опыт их применения на полях Первой мировой показал, что, помимо прочего, такая техника наносит серьезный удар по психике врага. Именно поэтому в СССР старались выпускать как можно больше боевых машин, тогда как немцы корпели над каждой в угоду качества. Танки «Тигр» и «Пантера», конечно, во Вторую мировую, которые применялись, они в чем-то представляют собой произведение искусства. Совершенно новые технологии появились в авиации. Если в Первую мировую войну самолеты были скорее вспомогательным видом вооружения, то во Вторую уже вполне самостоятельным. В начале 20-го века летательные аппараты можно было пересчитать по пальцам. В середине их число резко выросло. Кардинальное отличие состоит в том, что в Первую мировую войну самолеты воевались с самолетами в основном друг с другом. Во Вторую мировую войну самолеты уже эффективно начинают применяться для борьбы с наземными войсками. Во время войны машины не просто помогали людям, а выступали полноценными участниками боевых действий. На них надеялись, о них заботились, им давали имена. Например, знаменитая «Катюша». Так ласково называли пусковые установки, которые залповым огнем наносили удар по противнику. Это оружие превратилось в символ победы Советского Союза над фашистским агрессором. Скорее, это связано с тем, что вооружение играет все большую роль, поэтому солдат понимает свою благодарность тому оружию, которое у него есть, которое его защищает, помогает ему эффективно сражаться, и выражение этой благодарности проявляется как раз-таки в таких актах персонализации. После Второй мировой случилась еще одна техническая революция. Взгляните на кадры тест-драйва американской гусеничной платформы «Рипсон». Она проедет как по дороге, так и по пересеченной местности, разгонится до 100 км в час за считанные секунды, а в модификации с пулеметами с легкостью атакует противника. Но главное, подобная машина может управляться и без водителя, то есть в режиме полной автономности. Эксперты уверены, современная военная техника способна воевать сама по себе. А человечество сегодня требуется только нажать нужную кнопку. В апреле 2018 года в подтверждение этому президент США Дональд Трамп у себя в микроблоге пригрозил нашей стране умными американскими ракетами. Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они летят хорошие, новые и умные. Скандальная запись Трампа вызвала немало иронии, а выражение умной ракеты молниеносно превратилось в интернет-мем. Однако российские военные отнеслись к апатажной выходке весьма серьезно. И остатки таких интеллектуальных снарядов, которые упали на территории Сирии, забрали себе, чтобы изучить. Ведь новая гонка вооружений по самым устрашающим прогнозам может привести и к Третьей мировой. К сожалению, без войны научно-технический прогресс зачастую тормозится, потому что только когда есть реальные угрозы жизни, только тогда люди все бросают и начинают вкладываться в науку и технику. Экономисты и социологи признают, планета находится на грани очередного глобального конфликта. Первая и вторая мировые войны привели к серьезному толчку в развитии. Привычные для нас сегодня вещи, те же компьютеры или смартфоны – его результат. Но каким станет грядущее противостояние, эксперты предсказать не берутся. Ясно только одно – машины в нем будут участвовать наравне с людьми. Но все решать будет человек. И по поводу умных ракет и прочих современных новшеств. Мы почему-то забываем про то, что есть новые виды оружия, в том числе и импульсные. Вот эти виды оружия предназначены как раз против робототехники, против этих умных ракет. Сегодня армии, которые состоят только из машин, напоминают сюжет фантастического фильма. Но, судя по всему, именно в данном направлении и движутся технологии, чтобы свести к минимуму участия в бою человека. Однако, пока без людей, даже самая умная техника остается просто грудой бестолкового металла. Сейчас все автоматизированные системы, они достаточно хрупкие и ненадежные. Невозможно создать робота, который будет вести самостоятельные боевые действия, закапываться, прятаться, питаться от солнечной энергии. Быть может, еще один глобальный конфликт подтолкнет развитие технологии настолько, что будущие машины станут автономными. Смогут ли роботы когда-нибудь обходиться вообще без человека? И не к этому ли они нас уже подталкивают? Не битая, не крашеная не участвовала в ДТП. Так расписали жительницы Иркутской области кроссовер, который она купила в местном автосалоне. Машина не довезла женщину даже до дома. Позднее выяснилось, на автомобиле буквально нет живого места. Разбираться в этом деле пришлось суду. Россия, Москва, август 2017 года. Автовладелица Ирина Примерова пытается вернуть деньги за автомобиль. Вы мой менеджер, который мне втюхивал машину. Женщина решила уладить дело без суда, просто расторгнув договор купли-продажи. В дилерский центр она пришла во всеоружии с папкой бумаг и съемочной группой РЕН-ТВ. Несколькими днями ранее Ирина купила здесь джип. Радость от приобретения была недолгой. Вместо машины за 900 тысяч рублей ей досталась груда железа, ездить на которой опасно. Примерова уверяет, что оказалась жертвой нечистых на руку продавцов, которые несколько часов обрабатывали ее в офисе. Какой-то мальчик из комбинета орал, заткнитесь, здесь сели, сейчас вылетите отсюда без машины, без денег. И их там толпа такая сидела, ну, очень много народу, они ни один не ушел, пока мы не уехали. Вернуть деньги и расторгнуть договор дилер сначала отказался. Только визит журналистов заставил коммерсантов пообщаться с женщиной. И такие истории совсем не редкость на авторынке. За свои кровные можно приобрести минус замедленного действия. В лучшем случае лишиться денег в худшем жизни. И дело здесь не в проклятии или энергетике машины, а в самом обычном мошенничестве. Автомобили после ДТП красят, чинят и выставляют как почти новые. Увидеть обман обывателю совсем непросто. Вячеслав Субботин, ведущий программы Минтранс на телеканале РЕН-ТВ, посоветовал нашим зрителям, на что стоит обратить внимание при покупке авто. Бито, как правило, ну где у нас бьют? Бьют передок, крылья, соответственно, капот, передок, ну и задняя часть. Потому что длины, но бьют гораздо реже. надо смотреть, да, покрашена или не покрашена деталь. Если покрашена, то значит серьезно били. И если машина, скажем, с родной окраской, кое-где есть вмятины, кое-где есть царапки, то и бог с ними. Однако сперва стоит изучить документы на машину, убедиться, что продает именно владелец, а не перекупщик, который накрутит проценты. Проследить, чтобы за автомобилем не тянулся шлейф из долгов. И точно выяснить, не был ли он замешан в каких-либо криминальных историях. Если с бумагами все нормально, можно переходить к осмотру. Смотрите далее. Тайные знаки. Как не купить проклятый автомобиль? Если машина видела смерть, она будет поглощать и поедать. Звездный ликбез. Как выбрать поддержанную машину? Вот если этот винт, скажем, снимали, то краска облупится. Магия цвета. Каких автомобилей стоит опасаться на дорогах? Он хочет своим стилем вождения тоже привлечь к себе внимание. Машина побывала в аварии? Насколько серьезны и какие именно детали пострадали? Возможно ли, что внутри стоит уже сломанная запчасть? И не стал ли этот автомобиль причиной чьей-либо смерти? Однозначно, если машина видела смерть, она будет поглощать и поедать. Она будет уже очень кровожадная. Она будет постоянно просить смерти. Автоэксперты, глядя на машину, могут предсказать, какое будущее ее ждет. Не придется ни на картах гадать, ни в магический шар смотреть. Ну, вот такие вот винты, вот они. Вот. Вот если этот винт, скажем, снимали, то краска облупится. Краска облупится, вот здесь она облупится, это будет видно, будет видно вот там. Значит, детали-то снимали, чтобы красить, чтобы выправлять или менять на новую. Вот сразу вопрос, зачем меняли? Выбрать авто поможет и статистика. Например, черные автомобили чаще других попадают в аварии. Причем ДТП серьезный, с человеческими жертвами. В одном ряду с ними и красные машины. Психологический портрет такого водителя, он не только привлекает светом, но он хочет своим стилем вождения тоже привлечь к себе внимание. Он перестраивается неаккуратно, он играет в шашечки, может быть, на МКАДе или на каком-то, ну, более-менее скоростном шоссе, что, в общем-то, также может привести к очень серьезному ДТП. Есть данные и по самым безопасным цветам. Это желтый, фиолетовый и белый. Несмотря на то, что последних на дорогах становится все больше, в аварии они попадают сравнительно редко. не знаю, выбирает ли человек из каких-то соображений безопасности, либо просто ему нравится белый цвет, но вот с точки зрения и всех статистик о ДТП, которые есть, они говорят о том, что их больше, но они не участвуют в каких-то серьезных авариях. Строковые агенты не признают проклятий и легенда о машинах-убийцах. Зато верят цифрам. А они говорят, чем больше тюнинга, ярче цвет и заметнее автомобиль в потоке, тем больше вероятность, что человек за рулем любит полихачить. А от этой привычки до аварии совсем близко. Крупный автоконцерн экстренно отозвал 75 своих машин, проданных в России. Причина дефекта в ремнях безопасности и такие случаи не редкость. То и дело в продажи поступают партии автомобилей, которые могут убить своих владельцев. Так сегодня машины проверяют на безопасность. На полной скорости легковушка врезается в преграду. Взгляните, капот отлетает в одну сторону, а колеса в другую. Манекен за рулем остается цел, ведь он окружен подушками безопасности. Получается, конструкторы делают все, чтобы водитель и пассажиры выжили. Но люди продолжают погибать в автокатастрофах. Над любым конструктором дамоклов меч сроки. И нужно выпустить автомобиль. И порой закрывают на какие-то огрехи глаза. Мало того, что-то не успевает или что-то не обратили внимания на какие-то дефекты, которые могут всплыть потом в процессе эксплуатации. Если в продажу поступают плохо собранные машины, производители терпят огромные убытки. Самый громкий скандал на этой почве произошел в 2012 году. Тогда на заводы завернули 7,5 миллионов автомобилей. А все из-за нехватки смазки в стеклоподъемниках. Такая мелочь в одной только Америке привела к сотням внезапных возгораний. С начала 2018-го три компании отозвали проданные партии всего более 100 тысяч машин. И каждый раз причины разные. У одних проблемы с подушками безопасности, у других с системой климат-контроля, у третьих некачественные детали в двигателе. Тут можно даже пальцем прогнуть. То есть защита тут должна быть очень серьезная. Ну просто вот и если даже если грохаешься где-то, защиту все равно можно погнуть и достать до этого. Ну вот я пальцем его проминаю. Ну все, то есть все помял и дорогущий агрегат выбрасываю. Слетит защита, повредятся внутренние детали. А их ремонт обойдется уже в приличную сумму. И такие подводные камни едва ли не в каждой машине. Неважно сколько она стоила, собрали ее в Германии или России, все проблемы примерно похожи. Это готовый агрегат. Сейчас никто сам ничего не придумывает. То есть ну концепцию делают, а потом заказывают у лучших производителей в мире детали и комплектуют их. Вот нашли такую коробку. При кажущемся богатстве выбора на авторынке выбирать-то собственно и не из чего. немецкие журналисты выяснили, что пять крупнейших производителей машин еще с 90-х годов прошлого века находятся в сговоре. Сговор, скажем там, ну в производстве каких-то запчастей, чтобы вот чтобы шло только нам по определенной цене, а если на сторону комплектующей, то это вот будет гораздо дороже. Такая штука есть и совсем недавно она обнаружилась вот с немецкими концернами. Ничего, умяли этот скандал. Несмотря на все скандалы, легенды и опасения, продажи машин в нашей стране стабильно растут. Результаты 2017-го показали увеличение на 12%. Россияне приобрели более полутора миллионов автомобилей. В ГИБДД подвели свои итоги года. Число аварий снизилось, но всего на 2,5%. Жертвами стали 19 тысяч человек. Это в несколько раз больше, чем, например, в странах Европы. Еще более 200 тысяч получили травмы. Но самое парадоксальное, при современном уровне развития технологии и при том, что производители заверяют, что каждая новая модель все более безопасная, почему-то растет другая цифра. Число ДТП с тяжкими последствиями. Это те аварии, которые тут же попадают в новостные сводки и которые потом обсуждают по всей стране. Те, в которых сразу погибает не один-два человека, а гораздо больше. Только в прошлом году произошло 223 таких катастрофы, в которых погибли, вдумайтесь, почти тысячи человек. Так почему же до сих пор в 21 веке машины по-прежнему нас убивают? Возможно, они все-таки так и не собираются съезжать с тропы войны против человечества. Главные беды наших дорог плохое покрытие, неопытные водители, невнимательные пешеходы. Но что особенно удивительно, год от года практически не снижается число трагических происшествий, объяснить которые обычными причинами так и не получается. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.